Владислав Андреевич Титов «Всем смертям на зло» Книга в 6000 вольт, написанная без рук В 2017 году исполняется 50 лет со дня публикации в журнале «Юность» книги нашего земляка Владислава Титова «Всем смертям на зло» Это автобиографическая повесть о человеке шахтёрской профессии, попавшем в сложные жизненные обстоятельства. В шахту спустился молодой человек 25 лет. На поверхность подняли почти неживое тело, пропустившее через себя удар тока в 6000 вольт. Молодой шахтёр спас от неминуемой гибели целую смену. Руки, зажавшие загоревшийся кабель, были ампутированы. Это очень большое жизненное испытание оказаться человеком с ограниченными возможностями. Владислав Титов родился в России, учился в Луганске, работал в Донецке. Как всё было. Гружённая углём вагонетка сорвалась с рельсов, и ударив электрокабель высокого напряжения, пробила его. Короткое замыкание. Оконь приближался по кабелю к трансформатору. Сейчас будет взрыв. Сергей Петров, он же Владислав Титов, ни секунды не раздумывая, срывается с места. Бежит в камере и резко выводит ручку влево. 6000 вольт должны были превратить живого человека в пепель. Медики так и не смогли объяснить феномен выжившего героя. Сергею Петрову, как в своё время и автору, друзья предложили обо всём рассказать в книге. Но как? И он придумал. Взял карандаш в зубы и начал писать движением головы. Владиславу в ставе Сергея признаётся, что даже хотел покончить с собой. Спасла случайность друзья и любимая жена, верный, мужественный и любящий человечек. Ей он посвятил книгу и дал в ней имя Татьяна. Художница Екатерина Литовченко, создающая свои картины зажатым в зубах карандашом, признавалась. Повесть всем смертям на зло спасла мне жизнь. Руководитель Свердловского общества инвалидов мужества Николай Зайцев вторил ей. Эта книга дала силы доказать себе, что жизнь продолжается. В спорте нашёл в себя заново. Книга стала спасительницей для тех, кто попал в беду. Сегодня наш Донбасс в огне. Война искалечила судьбы и тела. Стала испытанием человеческому духу и тому великому чувству, которое называют любовью. Наши земляки, ополченец Александр Филяев и Любовь Науменко, повторили нравственный подвиг литературных героев. Они вместе. Книга учит воспитывать в себе надёжность, достоинство, мужество, верность в любви и дружбе, готовность к самопожертвованию, умение сохранять желание жить в любой жизненной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok